Глава Татарстанской митрополии, митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий совершил поездку в Закамское и Елабужское благочение. Архипастр посетил храм преподобного Серафима Саровского города Набережные Челны, а на следующее утро возглавил служение литургии в Елабужском женском монастыре. А в день, когда церковь совершает память праведных Иосифа Обручника, Давида Царя и Иакова, брата Господня, владыка Анастасий прибыл с архипастрским визитом в кафедральный город Чистополь. Обо всем по порядку в следующем сюжете. Его высокопреосвященство посетил храм преподобного Серафима Саровского города Набережные Челны. Долгое время церковь была закрыта в связи с проведением в ней работ по росписи стен. Владыка Анастасий возглавил первое после открытия храма богослужение, всеночное бдение, за которым ему сослужили настоятель, клирики и духовенство города. Владыка-митрополит также посетил Свято-Вознесенское архиерейское подворье и встретился с духовенством прихода. Утром правящий архиерей прибыл в Илабужский женский казанский богородицкий монастырь и совершил божественную литургию в главном храме обители в честь казанской иконы Божьей Матери. За богослужение молились настоятельницы, сестры монастыря и многочисленные прихожане. В ночь Рождества Христова кто первыми пришли на поклонение Богомладенцу Христу? А пришли молодые, да можно сказать маленькие дети, которые первые услышали благую весть, принесенную ангелами на землю о пришествии Мир Господа и Спасителя нашего. И поэтому-то Господь всегда напоминает нам, если вы не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А быть детьми значит целиком и полностью довериться руководству Божьему, целиком и полностью вручить себя Водительству Божию и Царице Небесной. 12 января в 29-ю неделю по Пятидесятнице, когда Церковь совершает память праведных Иосифа, обручника, Давида царя Иакова, брата Господня, митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий прибыл с архипастерским визитом в кафедральный город Чистополь. В Никольском соборе глава митрополии совершил божественную литургию. Затем глава митрополии посетил реставрирующиеся здания Епархиального управления Чистопольской епархии, ознакомился с ходом строительных работ храмов в честь святителей Асафа Чистопольского и новомученика Михаила, пресвитера Чистопольского. Следует отметить, что строительство здания Епархиального управления и резиденции правящего архиерея было инициировано митрополитом Казанским и Татарстанским Анастасием, временно исполняющим обязанности правящего архиерея Чистопольской епархии с момента ее образования. Восстановление ведется трудами настоятеля Никольского собора архимандрита Сильвестра Куликова и секретаря епархии иеромонаха Марка Веленского. Комплекс будет включать в себя резиденцию правящего владыки, которая на сегодняшний день почти завершена, и епархиальное управление, в котором разместятся основные епархиальные структуры. В течение 2014 года планируется завершить строительно-восстановительные работы. Владыка также посетил строящийся храм в честь новомучеников и исповедников российских города Чистополь, попытка поджога которого была зафиксирована в ноябре прошлого года. Митрополит встретился с настоятелем храма, познакомился с ходом работ, а также пообщался с прихожанами храма.